привет мои милые девчонки мы начинаем с вами новый влог обязательно подписывайтесь не пропускайте новые выпуски пусть их даже сейчас не очень много вот я сейчас была на смотровой площадке у нас довольно неплохая погода светит солнышко и очень красиво и сейчас переключу вам камеру и вы сможете насладиться видами вместе со мной а и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Так, девчонки, сейчас развернусь и в сторону дома направимся. Значит, что я вам хочу сказать. Я снова сегодня вот в этом сером костюме от нашего с вами любимого Василечка. Ссылку на него в том числе я оставлю в описании под видео. Ну, единственное, я буду надеяться, что он еще будет в наличии, чтобы вы тоже могли... Ой, господи, как красиво, да что же это за жизнь? Чтобы вы тоже могли его для себя приобрести, потому что вещь невероятно удобная, просто выше всех похвал. Наверное, это мой самый любимый костюм, несмотря на то, что вот таких вот тепленьких у меня много. И в Аберлике я в свое время заказывала разные, в разных цветах. Но вот этот самый удачный и по длине, и по теплоте. Слушайте, я к морю хочу спуститься. Точно, сейчас я где-нибудь парканусь, если получится. И мы спустимся с вами. Получится. Что ж не получится. Вот. И я к чему вам это все сейчас рассказываю? Мы вернемся домой. Я покажу вам кое-какие покупочки в Фикси. Я сделала, мне было нужно там кое-что для дома, для кухни взяла. И покажу вам. Мне кажется, это прикольная достаточно вещь, которая будет служить прям хорошо на кухне. Она мне нужна. И покажу вам оставшиеся костюмы, помимо вот этого серого, да, которые я заказала для себя. Есть еще один в таком красивом. Написано, что это цвет графит. Но я не согласна. Там не совсем графит, он такой синий. Что там? Она долго? Нет. У нас сюда машинки заходят. Не вставайте. Да. А пять минут у меня есть? Мы припарковались не очень удачно, но нам дали пять минут. Поэтому быстренько прогуляемся к Копорю. Вот такой вот небольшой пляжик. Детики гуляют. Морешко. Ни разу не была здесь, кстати. Вон там ресторан Форту Триш тоже плохой. Ни разу не была здесь летом. Боже, как приятно пахнет море, девочки. Просто, просто очень-очень приятно. Боже, лето захотелось. Теперь я призадумалась над тем, чтобы сюда попасть летом на этот пляж. Правда, вряд ли, что будет прям пусто. Но да ладно. Так. Нослаждайтесь, мои крысотки. Будем угодать, а то мешаем работе. Там стройка. Моя машина явно мешает. Подышали воздухом. И продолжим наши с вами великие дела. Приеду домой, покажу вам костюм. И тот, что для мамы, мы собрали из двух цветов разных. И тот, что для меня, классный. Относительная новинка. Вот как вам и процесс мы загружаем. Так, смотрите, девчонки, для мамули мы заказали вот такой вот сборный комплект. Можно и так поступать. То есть, это все продается не просто костюмом. И у вас нет никаких вариантов что-то как-то совместить. Это можно еще и приобретать вот по раздельности. Совмещая, комплектуя каким-то образом цвета. Так, как вам нравится. Взяли вот такую худи. Или вот такое, не знаю, в красивом таком цвете хаки. Приятный, теплый оттенок хаки. Мне нравится. Взяли в 46 размере. Утепленная. Это прям плотная. Знаете, плотнее, чем мой синий. Прям значительно плотнее. Не знаю, от цвета, видите, тоже есть какая-то разница. Хотя это один и тот же артикул, один и тот же костюм, одна и та же модель. Но сама ткань, она другая. Она более плотная, чем в синем. Имейте это в виду. Вот такой воротничок на молнии. Классненький. Мне прям нравится. Мама тоже довольна. Вот брючки. Они у нас тоже утепленные. Видите, на флисе. И размер 48 мы взяли. В красивом бежевом цвете. На кулиске белой. С карманчиками. Ссылки я оставлю. Проходите, смотрите. Может быть, тоже себе подберете. Внизу на штанах вот такая вот резиночка. Мне нравится, кстати, идея комплектовать цвета. Сочетать как-то. Можно придумать что-то красивенькое для себя. Приятная ткань. Теплые костюмы. Прям отличные. Мне очень нравится, что сейчас на Васильке, на нашем любимом есть такие костюмчики. Вот он мой костюм. Кстати, цвет передается сейчас максимально достоверно. Меня это очень радует. Несмотря на то, что дополнительное освещение я не включала. Вот такие брюки. Для кого важно и у кого резинка перекручивается. Мне когда-то в комментариях написали. Девчонки, здесь вот в этой модели все. Смотрите, как прошито. Здесь ничего перекручиваться не будет. Сидят комфортно. Очень здоровски. Карманы здесь глубокие. То есть без проблем можно даже айфон большой положить, как у меня мой вмещается. Внизу вот такой манжет, что тоже прикольно. Ну, кому нравится стильненько, можно приподнять. Да, ну вы понимаете, да, по ножке я имею в виду. Кому нет, можно оставить длину вот такой. И длина, кстати, тоже классная. Я надену, покажу и на себе в том числе. И что мне здесь очень-очень нравится, так это худи. Вот этот воротник, он очень здорово смотрится. Его можно как застегнуть, но под самый верх, честно говоря, мне лично неудобно. Я вообще, в принципе, не люблю, когда у меня горло чем-то стеснено, скажем так. Я не люблю из-за этого водолазки и тому подобное. Поэтому для меня вот момент того, что здесь можно расстегнуть, это как раз-таки один из поводов был к тому, чтобы заказать этот костюм. Еще в этом цвете мне нравится то, что манжеты на худи и на вот здесь на рукавах резиночки прям в тон к основному цвету я не люблю, когда разнотон получается. В общем, отличный костюм, просто прекрасный. Сейчас надену, покажу на себе, великолепный костюмчик. По стоимости выходит очень выгодно. У меня в 42-м размере. Вот, ну классно, классные девчонки. Обязательно проходите, смотрите. У нашего любимого Василечка есть и социальные сети. Я всегда оставляю вам ссылки. Можно ознакомиться с новиночками и успеть себе урвать. Знаете, вот если хочешь, какая-то новинка появляется, сразу бегом опачки и брать, потому что можно не успеть. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, девчонки, давайте по-быстрому пройдемся по нехитрому набору покупок. Точнее, набору товаров. Здесь такое помилочи, как вы видите, то, что было необходимо. Что мне обычно не свойственно, так это вот такой порошок от MIF. Но я его увидела и, знаете, решила обратить внимание на то, как он пахнет. И мне понравилось очень сильно, как он пахнет. Я не знаю, девчонки, как он в действии. Если вы такой использовали, дайте мне, пожалуйста, знать, он вообще работает или не работает. Потому что, ну, я, честно говоря, последний раз порошок MIF помню где-то в своем детстве. Но он, между прочим, значительно дешевле, чем тот же Tide. И те, которыми я обычно пользовалась, там, либо капсулы об этом вообще промолчим, сильно дешевле. Скажите мне, пожалуйста, работает он или нет. Я даже обратила внимание на состав. Увидела, что он абсолютно такой же, как и у других. И думаю, ну, почему не попробовать? Да, вы ведь часто мне пишите о том, что нужно искать какие-то товары, что-то подешевле и так далее. Поэтому я решила попробовать его и для себя. Потом дам вам свой отзыв. А вы, если пробовали, напишите, работает он у вас или нет. Взяла вот две упаковочки. Дальше. Самая обычная рядовая покупка. Вот такая туалетная бумага. На ней надолго останавливаться не будем. Неплохая достаточно. Обычная. Ватные диски. Здесь тоже все по классике, как всегда. Вот такие. 120 штук. Вполне неплохие. Край у них, вот я сейчас смотрю, край у них вроде как непродавленный. Но, тем не менее, они не расползаются. Они плохие, да. Ватные палочки. Вот такие. Аура классик. Тоже они что-то там стоят недорого. А хватает на них надолго. Здесь 200 штук. Взяла еще вот такую фасоль красную. Я люблю из нее делать. Так, это же в собственном соку. Да, хорошо, что не в томатном. Я люблю из нее делать салатик. Когда-то у сестры попробовала. И мне очень понравился. Там, знаете, что? Жареные шампиньоны. Вот такая фасоль. Немного чеснока. Немножку майонеза. Соль, перец. И, по-моему, все. Было так вкусно, что я периодически теперь тоже практикую. Так, и гвоздь программы. Вот такая вот подставка-диспенсер для моющего средства и губки. Мне немножко надоел тот формат, который у меня сейчас. И я решила попробовать вот такую штуку. Тем более, что стоила она тоже сущие какие-то копейки. Сейчас будем с вами открывать и пробовать, что это. Смотрите, сейчас у меня выглядит здесь все вот таким вот образом. То есть обычное моющее средство. Диспенсер не использую. И вот такая вот подставочка тоже, кстати, из фикса для губки для мытья посуды. Но хочу сейчас это все убрать, потому что периодически, когда моешь что-то большое, вот она мне прям очень мешает. В ребенке проблемка только одна. Смотрите, она неустойчива. И здесь есть как будто бы такие пазы, видите, в которых, по идее, должны были бы быть какие-то силиконовые проставочки. Но здесь что можно сделать? Во-первых, можно купить какие-то силиконовые такие штучки. А во-вторых, можно просто на двухсторонний скотч ее посадить. И все, чтобы она не дергалась. Потому что это будет неудобно однозначно. Для меня так точно. И вот здесь еще момент. Смотрите, вот это место, оно, вот эта ниша, да, она подойдет только для маленьких губок, которые прям, вот знаете, самые такие маленькие для мытья посуды. Для больших не подойдет. Я оставлю пока что здесь эту, фаберликовскую. И, наверное, куплю прям поменьше, чтобы было удобнее пользоваться. Но в целом, мне кажется, нормально. Вообще, за эти деньги она стоила до 100 рублей. У нас она была в двух цветах представлена. Я имею в виду цвета вот этой помпы самой непосредственно. У меня голубой, а был еще такой какой-то лавандовый тоже разбеленный. Других я не видела. Но буду пользоваться. Посмотрим. А вот оказалось, что у меня такая маленькая. Как раз такие есть. Только покупала недавно упаковку. По-моему, в фикс-прайсе. Вот таким образом они выглядят. И как раз таки удачно сюда помещаются. То есть она и не самая маленькая, но при этом будет удобно. Вот. Осталось только решить вопрос с тем, чтобы она не скользила. Спасибо. 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 Спасибо.